У стихии нет сердца. Буквально несколько дней назад в Слуцком районе на пожаре погиб 11-летний ребёнок. Дабы предотвратить трагические последствия, спасатели регулярно общаются с подрастающим поколением. Отличный пример профилактической работы – республиканская акция «Каникулы без дыма и огня». В этот раз огнеборцы приехали в оздоровительный лагерь Щаткова. Сотрудники МЧС рассказали о том, как правильно безопасно сходить в лес и отдохнуть у водоёма. «Служба МЧС делает всё возможное для того, чтобы жизнь наших детей стала ещё безопаснее. Ребята остаются с положительными эмоциями, с сознанием по безопасности. Жизнь в них становится ещё ярче, счастливее. И они понимают, что действительно они в надёжных руках, они в безопасности». Детям наглядно показали, как работают пожарные и дали самостоятельно воспользоваться огнетушителем, поуправлять напорным рукавом. «Сегодняшняя встреча мне очень понравилась. То есть ощущения прям зашкаливают. Я в первый раз стреляю из огнетушителя из пожарного ствола». «Показывают, как спасатели спасают детей, людей, вообще всех на нашей планете. Провели с нами беседу, собственно, показали, как работает огнетушитель». «Мне очень понравилось. Конечно, тумана было очень много. В принципе, чеку и пломбу очень легко снять. Конечно, только огнетушитель тяжеловатый». Холодная глубина. Множество опасностей таит в себе вода. В этом году от утопления погибли 17 несовершеннолетних. Тем не менее, подростки часто забывают. Со стихией шутки плохие. Трагический случай произошёл в Бобруйске в начале июля. 17-летний парень, решивший на спор переплыть Березину, утонул. Спасатели регулярно проводят рейды, напоминая о главных правилах. «В этом году у нас основная причина – это купание, как правило, вне оборудованном месте, вне пляжа. Недостаток контроля за детьми у нас. Ну, в первую очередь, родители должны знать, где находятся их дети и чем они занимаются». Берегись автомобиля. Особый риск для жизни представляет проезжая часть. В Бобруйске с января по июль в ДТП пострадали шесть несовершеннолетних. Из них три пассажира, два велосипедиста и один пешеход. Сотрудники ГАИ постоянно напоминают о соблюдении правил безопасности, проводят рейды, отрабатывают аварийно-опасные участки дорог. ГАИ Бобруйска на протяжении всего летнего периода проводит акции с несовершеннолетними участниками дорожного движения. Инспекторы рассказывают о правилах перехода проезжей части, управления велосипедом и электросамокатом и напоминают о том, как важно знать и соблюдать правила дорожного движения. От внешних причин ежегодно гибнут порядка 150 детей. Утопление, выпадение из окон, пожары, ДТП – далеко не полный список ситуаций, которые могут привести к трагедии. Важное напоминание для родителей – никакие дела не стоят жизни своего ребёнка. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.